Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Андрей Макаров. И в начале цифры статистики. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в столице на пожарах ИЧС спасатели совершили более 180 выездов. На пожарах погибли два человека. Трое, в том числе один ребенок, пострадали. А вот 40 человек работники МЧС спасли и эвакуировали из опасных зон. Остановимся на более значимых происшествиях прошлой недели. Минск чрезвычайный. Неприятным выдалось начало недели для владельца легкового автомобиля Тойота. В понедельник утром в службу 101 поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе на улице Ваупшасова. Спасатели оперативно прибыли на место ЧП, где в металлическом гараже горела та самая Тойота Королла. Вероятнее всего, причиной пожара стало короткое замыкание в моторном отсеке японского седана. В начале недели перепад температур принес с собой опасность в виде образования сосулек. Казалось бы, что может быть опасным в такой хрупкой на вид красавице? Однако эта хрупкость весьма обманчива. К сожалению, об этом не знают дети и забывают взрослые. Так, в понедельный днем минский школьник получил травму от упавшей с крыши сосульки. Ученик 6 класса Минской гимназии был доставлен в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. К счастью, все закончилось относительно благополучно. После осмотра и наложения шва ребенок был отпущен домой. Что же делать, чтобы не оказаться на его месте и не попасть в больницу? При движении по улицам обращайте внимание на козырьки здания и держитесь подальше от домов. Чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места особенно опасны. Их нужно обходить стороной. Ни в коем случае не игнорируйте объявления. Осторожно, сосульки. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, не останавливайтесь, не поднимайте голову и не рассматривайте, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене. Козырек крыши послужит для вас укрытием. Минск чрезвычайный. В понедельник вечером помощь спасателей понадобилась лабрадору, угодившему в трехметровый погреб, оставшийся после сноса частного сектора. Стоит отметить, что люди регулярно сообщают о проблемах со своими питомцами-спасателем. Каждый раз вопрос рассматривается индивидуально, потому что реагирование на инциденты, связанные с животными, не входит в прямые обязанности МЧС. Во вторник рано утром на улице основателей произошло страшное ДТП. Женщина не справилась с управлением на заснеженной дороге. В результате ее опель вылетел в кювет и столкнулся с деревом. Мать и одного из ее сыновей пришлось деблокировать спасателем. Дети 4, 7 и 9 лет были госпитализированы, а вот травмы женщины оказались несовместимы с жизнью. И еще одно происшествие произошло в этот день утром. Во время движения на пересечении улиц Космонавтов и Есенина загорелся автобус. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако огонь значительно повредил моторный отсек и салон. Во время происшествия в автобусе находился только водитель. Он не пострадал. Вероятная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. В среду вечером работники МЧС спасали нетрезвую 60-летнюю женщину из акватории реки Свислыч. Она находилась в промойне в 30 метров от берега и не могла выбраться самостоятельно. Гражданку спасли, после чего с диагнозом «общее переохлаждение» госпитализировали. Минск чрезвычайно. Четверг и пятница прошли относительно спокойно. В суточной сводке спасателей, серьезных по своим последствиям, происшествий в эти дни не было зафиксировано. Достаточно часто в оперативных сводках спасателей появляется информация о загорании бытовок. Суббота не стала исключением. Предположительно, в результате короткого замыкания поздно ночью на территории строительной площадки в лошадце загорелась металлическая строительная бытовка. В результате этого пожара никто не пострадал, но огонь повредил имущество и внутреннюю отделку. В субботу утром тревожная статистика погибших на пожарах в городе пополнилась одним человеком. Около 10 часов утра в службу спасения поступило сообщение о горящем балконе многоэтажки по улице Белецкого. Первыми огонь заметили соседи. Они-то и сообщили о происшествии в службу 101. Когда на место вызова прибыли огнеборцы, балкон на девятом этаже полыхал открытым пламенем. Во время тушения на балконе спасатели обнаружили обгоревший труп сына хозяйки квартиры 79-го года рождения. Причину этого пожара сейчас устанавливают специалисты. Среди рассматриваемых версий неосторожное обращение с огнем. Закончилась же неделя в Минске без серьезных происшествий. Вот такой была оперативная остановка в городе на прошлой неделе. Берегите себя и своих близких. До встречи через неделю. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.